Итак, мы поговорим с вами о чайном деле в России вообще, о китайском чае и о травяных чайных напитках. В чем разница между всеми этими продуктами. И все это мы не просто расскажем, а наглядно покажем разницу. Итак, все знают чай в пакетике. Большинство населения России пьет такой чай. Но что мы пьем? Мы пьем чай или мы пьем просто мусор? Я вскрою при вас вот самый обычный магазинный пакетик чаем. Вы на крупных планах увидите, что входит в этот чай. В данном случае он просто измельчен. И в зависимости от того, чью марку вы покупаете, там он может быть более-менее мелкий. А также это может быть просто пыль. Чайная пыль. Почему вообще в пакетиках такой измельченный чай или он в виде пыли? Кто-нибудь задавался таким вопросом? А я вам расскажу, как и откуда берется китайский чай в пакетиках. Во-первых, все, наверное, знают, насколько ужасна ситуация с экологией в Китае. Вы должны понимать, что с наибольшей долей вероятности вы купили чай, выращенный в неблагополучных районах Китая. И на плантациях, которые удобряются химическими удобрениями, китайцы славятся своими дозами носимых удобрений, обработанных пестицидами. И это еще не все. У меня знакомые, которые закупают китайский чай, напрямую в Китае, неоднократно рассказывали случаи из жизни, жизненной ситуации при закупке чая в Китае. Им предлагали купить чай очень дешево. А образуется он следующим образом. В крупных городах Китая проводятся ярмарки, чайные ярмарки. Много чая просыпается, каким-то образом он оказывается на полу. Ну, в общем, его так достаточно существенное количество высыпается из пакетов, мешков и так далее. После ярмарки этот чай сметают, просто мертвым сметают, и продают. Китайцы прекрасно знают, что русские хорошо покупают такой мусорный чай. Но, конечно, мы говорим не русские, а мы говорим о неких, так называемых, предпринимателях, хапухах без чести и совести, которые продают нам, жителям России, вот такое качество чая. Его измельчают, расфасовывают в пакетики, и, я не буду называть известные чайные марки, но они, кто интересуется, это может узнать. И продают нам. Что мы пьем в итоге? Мы пьем чай или мусор? Следующий случай. Аптечные травы. Многие люди не понимают, как так? Почему притекущие специалисты по работе с травами не используют аптечные травы вообще? Надо сказать, что такая ситуация чуть ли не уникальна в мире, потому что, например, в Германии покупают аптечные травы, и никто не жалуется. У нас же все совершенно иначе. Причин, почему не используются аптечные травы практикующие специалисты по лечению травами, несколько. Я назову вам их все. Первое. Самые недобросовестные расфасовщики трав сначала экстрагируют целебные лекарственные вещества из трав, а потом продают оставшийся мусор, сено, вот в таких вот дешевых видах, которые вы видите в аптеках. Потому что трава, собранная человеком, собранная качественная, высушенная качественная, она не может стоить таких денег, по которым они продаются в аптеках. Это вам скажет любой человек, который занимается травами. Это первый момент. Второй момент. Опять же, продают это перекупщики. Что это значит? Это значит, что люди скупили или у населения, или где-то еще эти травы, и они обязаны их продать, независимо от того, сколько они хранились. То есть, это может быть и год, и два, и так далее. Даже начинающие травники знают, что травянистая часть растений, как правило, годна всего лишь один год. Мы сейчас не говорим о плодах, о коре, о коренях, у которых сургодности может быть выше. Но травы, как правило, через год уже мертвы. Это просто сено. Я вам продемонстрирую этот пример. 20 декабря 2018 года в крупном городе на центральной Уэссе я зашел в центральную, в одну из центральных городских аптек и купил чайный сбор, предназначенный для детей. В нем всего лишь четыре компонента. Почему так мало трав в сборе? Это будет тема отдельного урока в рамках нашего курса. Сейчас мы посмотрим качество этого чая. Я при вас открою его. Каждый этот может сам сделать. Тогда ему сразу станет ясно, почему аптечной травой пользоваться не стоит. Заметьте, такой пакетик, сама упаковка стоит дороже, чем то, что они положили в эту упаковочку. вот вы видите некую коричневую субстанцию. Что здесь, в какой пропорции, когда это собрано, как сушилось, мы этого ничего не знаем. Но мы должны предположить самое худшее, что этот чай никак не поможет. Кроме того, мы можем посмотреть на дату выпуска этого чая. Мы вам крупнопланом это покажем. То есть, этот чай собран более года назад. Иначе говоря, он не рабочий. Не рабочий. И не покупать, не пользоваться им не надо. Это просто противопоказано. Для сравнения я покажу чай своего сбора, сделанный от и до так, как это надо сделать. Посмотрите, это крупная фракция, потому что она вся сделана либо вручную, все это обработано либо с помощью специальных керамических ножниц, без использования металла. посмотрите, какой живой цвет. Зеленый, да? Посмотрите, мы можем разобрать этот чай на составные элементы и увидеть, из чего он состоит. Кто разбирается, кто хорошо разбирается в травах, для того это не слишком трудная задача. К сожалению, и это еще не все минусы приобретения травок в условиях сурового суровых капиталистических реалий современной России. Мне иногда требуются какие-то компоненты, которые я не могу собрать для своих сборов. И вот я даже вынужден ездить в еще более крупные города, Москву, например, где есть сеть одного известного человека, который построил российскую сеть по скупке трав у населения и продаже готовых сборов. Я рассчитывал на хорошее качество, потому что человек достаточно известный, зашел в этот магазин, крупный в центре Москвы, и сказал, вот мне нужны такие-то травы, но с условием, чтобы, пожалуйста, эти травы, я покупал зимой, чтобы эти травы были не старше одного года, то есть собранные в текущем, в прошлом летом. В прошлом летом. я не проверил даты изготовления, потому что я сказал продавцу, что я хочу так. Когда же я дома стал смотреть даты, там часть растения оказалась возрастом не рассосованы год назад или два года назад. То есть что получается? Хорошего качества, а хорошее качество это такая трава, которая точно работает, лечит или выполняет какие-то другие функции. Купить сложно, даже если хорошо разбираешься на этом рынке, хорошо ориентируешься на этом рынке, на рынке трав. Эта задача очень сложная, практически нерешаемая. Так, в принципе, вы можете зайти на какую-нибудь поисковую систему, поискать травы, купить их, но какое качество они окажутся, вы не знаете. Сколько они хранятся, вы не знаете, как они сушились, вы этого тоже не знаете. Соответственно, травы либо работают, либо не работают. практикующие специалисты высокого уровня пользуются только травами от абсолютно доверенных людей, либо собранными самими этими людьми, либо же выращенными собственными руками. Подробнее обо всех затронутых на этом уроке темах вы узнаете из нашего курса. как вы сами понимаете, вот в рамках этого небольшого урока мы не сможем вам глубоко осветить все те вопросы, все те моменты, которые будут рассматриваться на протяжении целых семи месяцев. Мы уверяем вас, что вы полностью познаете суть трав, душу трав и научитесь работать с травами, закончив наш курс. При всем нашем урока просто невозможно рассказать обо всех аспектах семимесячного курса по травам. Где бы вы ни жили, там есть как стандартные травы, так и редкие, уникальные именно для вашей местности. И травы, собранные правильно, они стоят дорого. И как эти фитосборы сделать наивысшего качества, вы научитесь в рамках нашего курса, причем независимо от уровня ваших начальных знаний. Мы вам это гарантируем. Если вам понравился этот урок, ждем на нашем курсе. И мы обещаем, что вы познаете мудрость трав. мудрость